Это игра, которую нужно комментировать молча, поэтому давайте даже звука немного прибавим. 0.35, как мы обычно с вами слушаем. Потому что это не какая-то аркада против Йетти. Внимателен очень, я же слышу добавление с телепорта. Красный появился, сразу же прыгает Эрил. На контроль не получилось, будет смещаться к желтому на плазме, да. Мега лежит, отдает ее сейчас Эш, таймит ее Эрил. И нет теперь тайминга на Мегу у Эша. Сейчас зря вот тут засиживается Эш, нужно прочекать белокрасный, красный забирает Эрил. Теперь тяжелая становится ситуация для Эши. Нижний-желтый. Мод балл я уже не могу, потому что во время игры я отписать не могу. И 100 у нас по 23 у Эши. Окей. Проголосуй, мод балл. На бутгейме. Возвращаемся в игру, красный лежит, Эши приходится отступать. Желтый за Эшем. В принципе, гапон есть весь, и сейчас нужно на желтый с плазмой выходить ему. И там уже Эвил, уже все забрал. Здесь долго морозится Эшу. Сейчас вообще все девайсы мне, так сказать, никак к Эшу не прилипнут. Если можно так выразиться. Хороший под контроль, еще один. Но здесь Эвил заминусовал. Давайте просто прочекаем, сколько у Эвила осталось. Огромный стэк остается у Эвила. Возвращаемся на Эшу. Минус Эш еще раз, 2-0. Вот посмотрите, не ищет встречи с Эвилом. Понимает, что со стэком 100 хп ты ничего не сделаешь против Эвила. Поэтому он пытается морозиться до девайсов. Мега с желтым будет в одно время. Это шанс для Эши забрать этот желтый. Если он будет забирать его сразу же. Забирает, видит мегу. Эвил забирает желтый. Красный скоро должен появляться. Выходит через верх и хорошо здесь подконтролил. Но опасно, опасно выходить дальше. Нужно на желтый с плазмой, мне кажется, было нырять. Уже. И уже поздно. И уже на нем Эвил, как вы видите, забрал его. Ждать здесь шарды, ну, прохладная история, честно говоря. Вообще пушек нету. 100 на 100 слону Эцэш. Неплохо попал. Желтый появился, но Эвил его тоже отконтроливает. Ее не надо, не надо. Все, лучше дальше спокойно попытаться отыграть. Красный сейчас появится. Ред появился. Есть возможность, что Эш его забрать. Забирает сразу. Хорош. Операция, кооперация прошла удачно. Обступает на шафт. Вот, ребятушки. Вот, всего лишь одну минуту поморозился. Аккуратно побегал. Уже подобрал Виапона. Уже собрал арморы. Украл красный. Красавец. Это вам не съедьте играть. Нижний желтый лежит. Нижний желтый за Эшем. Хороший разводит, пока неплохо. Здесь подловил Эвил. Получает рейлган. Но аптечки сейчас здесь очень в тему. Наламывается Эвил. К сожалению, Эш... Ой-ой-ой, как жестко, а. Сейчас переключимся обратно на Эша. Хорошо развел там Эшек. Неудачно здесь для Эши респаун. Матбалушка по своим каналам пробил им ху. Хе-хе. Вот. Заходит здесь Эш. Пинги 36 на 7. 36 Эшек, в принципе, близкие все в зеленом диапазоне. Несильная базука тут залетела. 100-100 Эш. Просто вот чуть-чуть плечо высунул, и уже какое попадание жесткое. Красный за Эвилом. Верхний желтый лежит. Нижний желтый за Эвилом. То есть Эвил пытается поймать Эш. Он понял его страту, что тот пытается здесь внизу ждать. Сейчас Мега появится. Посмотри, посмотри. Да, Мегу. Ну, услышал в любом случае. Тайминг понял. Красный лежит, отдает, к сожалению, второй основной диван. Диван. Второй диван отдает Эвил. Ой, Эвил. Эш. Все, перепутал. Неплохо подконтролил. Хороший директ. Уходит в телепорт. Ой-ой-ой. Спокуха. 21 базука. Неплохо. Можно, можно поспамить. Где-то будет. Я тоже здесь слышал. Давай, давай, давай. Сейчас красненький будет. Опа! Красавец. Подкрадывался Эш. Но Эвил запалил его просто. И все-таки развел. Пододжился. Так интересно, Эвил. И все же развел Эша. Мне кажется, что лучше вот такая вот игра и проигрывать в 5-0, чем, как играл Йети, просто безумная аркада, которая, которую он там все-таки там убил как-то пару раз Эвилу. Но были ли это фраги или не были, как мы с вами понимаем. Естественно, никакие это не фраги были, а просто какая-то смешанина. Остается 2,5 минуты. Аккуратничай. Эш вообще всю игру пешком прошел. Он пытается его. Эш, конечно, молодец. Не сдается против Эвила. Это видно именно... Господи, какой же жесткий шахт. Что это вообще было? Шахт 40. Ну это какой-то... Какие-то 40, как будто бы это 140 вообще. 146% шахта у Эвила. В секунду, просто в мгновение он стирает своего оппонента. Вот 40 отстало. Как это происходит? Какой додж применять? Совершенно непонятно. Как встретиться от Эвила? 8.0 на 8 минуте. Не попадает Эвил. Ну, Эшик уже немножко более, так сказать, раскрепощенный играет. Ну, потому что времени как бы совсем не остается и уже нужно принимать серьезные меры. Ожидаю там полтинник. Мега сейчас будет. Встречает он Эвила. Кстати, достаточно медленно развернулся Эвил, но развернулся достаточно четко, как всегда. Хороший попадает Эши Рейлы, но сразу же пресекает эту попытку отминусовать Эвил. 150 хп у Эши, ну, остается 30 секунд, это, конечно, ГГ. Хе-хе-хе, Тесла Эвила, это заправляет электричество. Да-да-да, что-то в этом есть, я согласен. Да, 11.0, конечно, это более чем уверенная победа Эвила на карте ЗТН, первая карта, у нас мы посмотрели ее полностью от Эши. тяжело, сильно напрягает Эвил, но ЗТН на самом деле еще специфическая карта достаточно, которая определенным образом заставляет игроков играть. А, так, Мэтбал уже зашел, пароль кидать не надо. Вот. Проверяем, как тут, как тут дела. Я смотрю, за Фарсешку и за Мэтбалу народ голосует. у Ферзяна 8%, у Бейза 17%, и Бомби 1.8 человек. ЗТН отстой. ЗТН классная. ЗТН очень специфичная на самом деле карта, и нету похожих на ЗТН карт. Ну, типа, Т7, но Т7, она как-то так сделана не так удачно, как ЗТН. Как мне кажется. Быстренько я смотрю чатики, пока не началось тут все действие. В СК2 ТВ товарищи молчат, на Твиче тоже. Втроем общаться почему-то не хотят, но на Твиче мало, народу смотрит. Как бы непонятно пропиариться на этом Твиче. Голосуйте, голосуйте, ребятушки, с кем, собственно, проводить финальную трансляцию. Есть предложения, есть предположения, ну, а повлиять, естественно, на этот выбор можете именно вы. Вид рестартует Сетамэш, что-то, видимо, перенастраивает. Голосуйте обязательно, и вы узнаете всю правду. Пошло, пошло, пошло дело, я вижу. Продолжайте, продолжайте бомбить. Великолепно, вы молодцы. Это хорошо, что вы откликаетесь, что вы смотрите, что вы в теме, потому что наша с вами демократия, это кто первый написал, тот и прав. Такая вот демократия у нас. На Гудгейм, вы скучайте, и конкретно на моей трансляции. У нас своя демократия. Мегу, я его, смотрите, как сильно делеят. Вряд ли знает Эш сейчас ее тайминг, заходит Эш на Рейлган. Соответственно, Рейл у него тоже будет, и дальние дистанции будут для него достаточно играбельны. Запутался немного Эш. Не попадает Рейлом, смещается под Мегу, а Меги-то нет. А почему в спрой стива? А я вам отвечу, потому что ее залели. Чпэнкс и минус Эш. Ну, 80 хп, кстати, всего осталось, и не такой большой, в общем-то, стэк у Эвелона. Ну, ему достаточно, даже, даже этого небольшого количества. Просто даже этого небольшого количества недостаточно. Два Директа залетает. Уже не забрать там Рейл никак. Слышал Эвел, что, а вот, услышал, что через Шарды вышел Эш, спокойно смещается под желтый. Первый айтим, который появится. контроль в окошке. Эвел тяжелый, да, Эвел. Эвел очень тяжелый, Эвел сложный, но, напоминаю, что пока еще не говорил он, поедет или нет. Ну, вернее, как я спросил, поедет или нет, он сказал, что я не знаю, еще не решил. По поводу Кукона, естественно, я говорю информацию. Только Рафа с ним побьется. Побьется ли с ним Рафа? Честно говоря, такая игра от Эвела, что я не представляю себе, как нужно контрить это вообще в принципе. То есть, насколько все он делает. Но на самом деле, можно подобрать, мне кажется, контр-страту. И, в принципе, если Рафик этим займется, то вполне Рафаэль может что-то придумать. Такое ощущение, кого-то мышкой вообще не двигает в какие-то моменты. Я думаю, что так и есть. 100 на 200 стек у Эвела. Аккуратно он не забирал аптечку до последнего момента, для того, чтобы не спалить свою позицию. Я не слышал, где находится оппонент. Но я долго шел к своему чемпионству. Во времена ОСП, ЦПМ он не был так силен, он был сильным игроком, но не был таким прям супер топом. Именно в клаве он стал таким более-менее топом. И обратите внимание, Эш делает свой первый фраг, 2-1. В общем-то, неплохо пока ситуация складывается. Может, может здесь Эш побороться. Уполняет Эвел патроны. Для Шарта это может означать только одно, что собирается он бороться на средней дистанции, или на каком-то месту, естественно, он себя подготавливает. Неплохо здесь Багута проконтролил. Пэйкджампы там пошли от Эша. Вот дамажил неплохо Базюлькой. По-моему, сместился Эш. Ой-ой, зачем? Зачем? Это фейл был. Мне кажется, не самое удачное решение было от Эша. Можно было попытаться выйти на красный, но красный здесь все-таки забирает Эш. Минусован, скорее всего, будет. Да, минус Эш. 100 хп остается у Эвела. 4-1 выполняется счет. На желтый смещается Эвел, будет забирать. Эш уже здесь. Плазмой пытается пропалкать. Неплохо вроде бы продамаживать, но нужно уходить на самом-то деле. 50 хп остается у Эвела. Забирает он нижнюю аптечку. 8 секунд до красного. На рейлгане уже Эш. Будет ли пытаться подконтролить? Смотрите, Эвел подходит под джампер. Это было смещение именно под попытку. Поп-поп-поп и не понял Эвел, что ушел на мегу Эш в первый момент. А Эш не понял, что будет мега, а мог бы сейчас ее забрать. Вообще-то. И минус Эш. 5-1. Да, есть и мани для Эвела. Хе-хе. Ку-кун. Ну не знаю, не знаю. Вот интересно, кстати, посмотреть будет на Куэлранксе вообще статистику побед и поражения Эвела. Мне кажется, там просто вообще 30 на 2 или что-нибудь такое. раз в 31-му, раз в 30 играм проигрывает. Честно говоря, раз в 50-то, что я, честно, вообще не помню игр, что он проиграл за последнее время. По крайней мере, вот на турнирах. Чего у этой игры такая графа не очень? Я думаю, кто-нибудь хе-хе-хе. Себе просто, вынесли предупреждение. Потому что эта игра не про графу, не про текстуры. Потому что это про гейминг, а он не нуждается в текстуре. Он нуждается в скиле, понимании игры, понимании того, что происходит и так далее, и так далее. Это Квейк, дружище. Красный забирает Эвел, мига уже лежит. Смотрите, забирает полтинчик, чтобы не смог восстановить здоровье Эж. И спокойненько забирает мигу, становится сам 200 на 200, соответственно, в ближайшей перспективе не потребуется ему полтешок. Как удачно для Эвела. Он только потерял стэк от рейла и сразу восстановил его мегахеллсом. Ой-ой-ой, вот это жесть. Чуть-чуть получше бы. Поджал сейчас Эвел и просто был бы спилен, аж? Красавец, красавец. Да. Ну, видимо, ты не совсем хорошо знаешь, что такое Квейк, раз задаешь такие вопросы. Не на том уровне ты знаешь Квейк, раз задаешь этот вопрос. Ну, в общем, я ответил на этот вопрос, друзья. Рейл здесь получает Эвел, Уэш и 8 минута. 8,1. 8,1 практически на 8 минуте становится. У нас счет красный скоро появляется. Да. Ну, что у вас человека затраливали? Нормально, просто он спросил. Нет, просто действительно на высоком уровне текстуры не нужны, потому что они не нужны. Потому что они просто отвлекают и смазывают изображение, когда ты на таких скоростях передвигаешься, доджишься, стреляешься, думаешь о том, какие где девайсы. Еще и отвлекаться на текстуры это совсем грустно, дружище. Так что, ну, в общем-то, вот ответ на твой вопрос. Ну, как бы, ничего такого в том, что ты спросил, нет, потому что часто это спрашивают. Здесь у нас 10-1. Красный забирает Эвил. Куда звук еще? Звук здесь, почему? 10-1. Нэшик смог набить только один фраг. Это почти как целую карту отыграть, наверное. Ха-ха-ха. Потому что очень-очень тяжело бороться против Эвила. Красавец запутал, эш. И неплохой стэк остался. Заберет сейчас Ред. И даже может за Мигу побороться. Пытается через второй этаж забрать желтый, как оказывается, Эвил. Это и происходит. Минус даже третий раз. И всего 7 фрагов разница, однако 30 секунд и я думаю лол, вы видели, как он распрыгивался? Вообще лишним движением не делает мышку. Я не понимаю, как Эвил так делает. Торки джампом тут уходит. ГГ. Торки Так, ребят, что-то надо было в перерыве проверить. Вспоминайте, что надо было в перерыве проверить. Пацаны, пацаны, что надо было проверить в перерыве? 2-0 по картам и что? Сайл. Забыл про ящики. А, вот, 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 точно. О, да, все, запись идет, отлично. Q-комьюнити походу состоит из троллей. Да нет, да ладно, прям сразу из троллей. Но просто все эти вопросы на самом деле про то, почему все квадратно, что за унылая графика, вообще, что это за игра какие-то, что это за люди. Ну, они как бы вынуждают троллить. Эш начинает на миге. Прошлую игру мы смотрели за этого, соответственно, смотрим за Эша. А, за кого мы прошли смотрели? За Эшу? Значит, это смотрим за Эвила. Да, 2-0. Я ничего не путаю. давайте посмотрим за Эвила. А, за Эвила смотрели. Да, точно, все правильно, смотрим за Эшу. Точно, за то, мы смотрели за Эшу, соответственно, вторая карта за Эвила. Сейчас опять за Эшу, спасибо. Да, Эвил действительно занимается поджаркой, барбекю. Как говорят, когда гелионы сжигают рабов, нужно кричать барбекю, 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 и все будет прикольно. Вот. Сразу еще больше рабов на мейне, собственно, погибнет. Или на экспанде, неважно. Куда будет заезжать император совершенно не имеет никакого значения. Император везде найдет рабов и сожжет их. Ну, отвлекаемся от Старкрафта, переходим обратно в Quake. Его идет в один фраг. Сайленс достаточно такая коннектная карта. Ой, минус эш. Далековато. Вышел отлично. Кстати, базука отлично пытается наконтролить. Не заходит, к сожалению, еще директор. Всего 60 хп и одним рейлганом уничтожается эш. Император Эвилл всегда найдет рабов. Вот, а вы, говорите, перепутал. Все так и есть. Твое слои. Продолжение следует... 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 В то время, о котором ты говоришь, наверное, Q0011R, наверное, так считается уник, я не знаю. Ну, раньше, да, но так и было. Эвел не был супер-пупер каким-то игроком. Он перед игрой голодает двое суток. Ха-ха, не знаю. ОСП другая игра. Ну, ОСП, да, другая игра, но принцип-то основной был именно такой же. Ну, как бы, это же Quake, и там и там. Минус от Эвела с пилы, это жесть. 19-3, 30 секунд до конца, это ГГ. Однозначно и определенно. Ну, я не с так рано, не прям уже с бетой. С бетой это совсем старая, наверное, тема. Но я еще, правда, с футболским поиграть, но внутри ознакомился с ОСП. Уже с 1.24 или какая там, или 1.32, версия, которая уже игралась на ИВЦГ. А здесь у нас в Джи-Джи, дорогие мои.